ну что друзья здравствуйте те кто нас есть не слышал еще сегодня ну а для всех уже мы скажем что мы возвращаемся в курск где сейчас будет разыграна заключительная 12 золотая медаль первенства россии среди кадетов соревнования женщин в командном первенстве девушек и в финале встретиться сборной новосибирской области первая команда и вторая сборная москвы это в общем то сюрприз что вторая московская команда но дело в том что первая московская сборная и первая новосибирская команда попали в одну половину турнирной сетки встретились между собой в полуфинале в принципе наверное это две в общем-то сильнейших команды но так вот получилось и в сибирячки достаточно уверенно победили 45 35 но вторая сборная москвы выиграв такому тяжелым трудном бою первой сборной санкт-петербурга что тоже в общем-то небольшим сюрпризом можно признать 45 44 вышла финал где вот и встречаются с новосибирской командой и собственно те же регионы эффекта были представлены только что в финале и соревнованиях юношей вы видели упорнейший красивейший был бой и 45 44 с минимальным преимуществом там выиграла сборная москвы но здесь фаворитом я бы назвал сборную новосибирской области да действительно сборная новосибирска уже победила первую команду москвы славный фаворит на дорожке сейчас выходит первая пара уже вышла же даже кто это анастасия елкина и ксения илларионова первый удар наносит сборная новосибирска вы могли заметить что вот у елкины какая-то такая штука на носу видимо беспокоишь давление ли что-то еще но фиктовать может все в порядке правда пропускает первый удар от москвы и второй тоже ну сибирячки и назвал фаворитками но такой необычный случай не одна в итоге из спортсменок новосибирской области в том числе анастасия елкина который является лидером этой команды не вошла в первую четверку и и в итоге составили москвички анна кудряева первые номер и дарья дрозд 4 дарья дрозд именно благодаря своей победе вчера поднялась на четвертое место а также анна ванькова из вологодской области и алина ключникова из санкт-петербурга а вот анастасия елкина осталась лишь 5 но это вот следствие на вот того что она не вошла даже в 16 лучших вчера личных соревнованиях ну вот такой вот такая вот неудача была у неё но сейчас не анастасии все новосибирской команда полна решимости конечно но москвичи ведут для москвичей тоже нужно сказать что это такой шанс завоевать золото второй команде как пришел доведется более некоторым к детском возрасте уже точно не получится и первый бой выигрывает москвичи 52 действительно москвички победили 52 и потому что как раз с таким же счетом 52 выиграла сборная новосибирска первый бой финале у юношей но в итоге все закончилось на пользу команды москвы посмотрим насколько сейчас ситуация повторится следующая пара на дорожке елизавета курзина и елизавета борисова борисова кстати 9 во всероссийском рейтинге а курзина только двенадцатая то есть даже состав второй сборной москвы такой очень серьезный вполне конечно может побиться и вот шестой удар мы видим наносит бориса сначала в атаке провалила новосибирская саблистка и снова рада сейчас сама сразу начинает в атаку москвичка выходить 7 2 борисова вчера была в личном первенстве в восьмерке лучших так что вы видно готовы турнира очень неплохо и вот видите пока в одну калитку идет бой ну что еще надо сказать давайте пока пройдусь по всему миру пока тут у нас еще только начальная стадия раперистки наши к сожалению уступили сборной франции в полуфинале этапа кубка мира в гданьске и теперь встретятся с командой из сша в поединке за третье место саблисты обыграли наоборот американцев обыграли крупно 45 26 и за пятое место на этапе кубка мира в падуе встретиться со сборной команды франции и такой бронзовым у нас получился этап юниорского кубка мира в финляндии в городе эспо это пригород хельсинки где и в личных и в командах соревнованиях во всех видах наши спортсмены завали бронзовые медали сегодня третье места заняли наша сборная девушек и сборная юношей тоже вернется из финляндии с бронзой в милане во франции проходит у нас турнир европейского молодежного цикла ну там мы уже говорили что вся четверка в соревнованиях юношей это сборная команда россии вот финале александр трушаков встретиться с кириллом ефимовым а вадим вельгусевич и михаил горский получили бронзу но здесь у нас 10 3 до 10 3 вот так неожиданно начинается поединок между 2 московской сборной и 1 новосибирской следующая пара выходит на помост анастасия шорохова и дарья кудрявцова вот я сказал то что это такой шанс для 2 москвы но и новосибирск сейчас тоже очень должен быть голодным до наград потому что никто из них не был в тройке а я думаю очень многие ждали что кто-нибудь попадет согласно рейтингу как минимум должна была быть там даже на статье елкина ну вот в прошлом году я уже говорил что новосибирск выиграл все четыре золота пока что три золотых медали здесь выиграла москва это вот наши главные конечно регионы сабельная и конечно сборной новосибирской неохота сейчас проигрывать в чистую отдавать все золото москве и вот сейчас блестяще действует шорохова пять ударов она не станет четыре простите четыре удара подряд отработала немножко преимущество уже до двух ударов сократилась стремительно меняется пока ситуация в атаке москвичка не достает и великолепно на дистанции срабатывает шорохова отошла настолько насколько было необходимо чтобы вот ответный удар нанести и минимальным при даже уже нет преимущества все забыли 7-10 выигрывает шорохова она как это кудрявцева 2001 года рождения но запасная в сборной москвы анастасия осипова 14-летняя саблистка спорный момент сейчас на дорожке происходит отправляется судьи смотреть видео так как мне кажется парад репост был продукт вопрос с чьей страны даре кудрявцевой нужно сейчас хоть как-то зацепиться показать тренером что она не поплыла что готова сражаться биться нанести несколько ударов до пара 3 и вот один удар она все-таки получается первый наносит с трудом конечно такое видео нечистым получился но удар есть удар но встреча сборных москвы и новосибирска у юношей 11 11 посмотрите все равно не идет кудрявцы я хотел сказать что во встрече сборных юношей москвичи получили красную карточку в самом конце поединка но вот видите все таки она роль не сыграла 45-44 сборной москвы выиграла кудрявцева сейчас в атаке есть 12 удар причем один фонарь на этот раз зажгла но может это и прибавит уверенности да сама сейчас зла инициативу пошла в атаку дожила соперницу снова вместе атакуют как и в предыдущей фразе соблизки в атаке есть 13 удар здесь раньше вышла новосибирская спортсменка снова равенство 13 13 и опять опаздывает кудрявцева шорохова 14 наносит ефим гофман кстати арбитр этой встречи саблист наш который тоже выступал составе сборной россии по юниорам по кадетам ну на этап кубка мира правда ну вот завершил карьеру и стал теперь судьи видите неплохим судьей раз ему дают право судить финальный поединок все-таки оставила лидерство за московской командой кудрявцева хотя уступила 5 11 во встрече в один удар да на нас преимущество следующая пара на дорожке это ксения илларионова и елизавета курзина ну вот после второго поединка казалось что москва сейчас пойдет в отрыв собственно да на втором поединке она и пошла в отрыв ну вот шорохова этот отрыв то пригасила не прошли бронзовая медали я хочу пока сказать завоевала первая сборная москвы в этом виде дарья дрозд кристина ефимцева анна кудряева и ксения нероба победили петербурженок очень уверенно 45 28 и поднимутся на третью ступень перед и стала по счету но у нас здесь 15 15 все начинается снова на влетела в парад репост москвичка сама пошла в атаке с действием 16 удар одновременно такие спортсмены здесь красный фонарь 1 горит который возвещает том что москва нанесла 17 удар управляет оружие ксения ларионова 16 место на заняла в рейтинге на этом сезоне 1 сентября родилась 2000 года будет дальше поступать по юниорам в атаке елизавета наносит 16 так мягко входил в дистанцию и потом взорвалась а здесь сразу выпускается не достает ответная ларионова разгоняется не попадая зато вот ее соперница была точна равенство 17 17 счет кстати вчера вот тут мы были свидетелями как руководителя новосибирской команде такой устроили достаточно жесткий разговор со своими подопечными узнать все было так скажем буду бить аккуратно но сильно на то есть было все достаточно тихо но жестко так хорошо разобрали тренера и видим это видите возымело действие после относительной личной неудачи где-то сибиряки остались без наград они вот финалах фехтуют в командном первенстве в атаке семья ларионова влияет на защиту получает чем ведь нас причем поехала нога даже у курзиной но это не помешало ей нанести удар и вы впервые до 19 а нет все-таки шороха по умела на шороха ввела кажется у кудрявцы и в какой-то момент но все равно 19-18 но впереди сборная новосибирска москва сравнивает проверяет куртку для тех кто только подключился трансляции к женскому финалу напомню что у нас работает чат можете написать за кого болеете кого поддерживаете вопросы задавать мы вот читаем с преимуществом в один удар завершается 4 поединок следующая пара на дорожке анастасия елкина и дарья кудрявцева ну вот елкин это лидер все-таки новосибирской команды должна она наверно потащить сибирячек за собой пятый номер всероссийского рейтинга как я уже сказал и кстати менее чем через две недели и 17 лет исполняется ну вот видите концовочку сезона она для себя смазала конечно тем что не сумела отстоять место в первой четверки рейтинга ну вот и сейчас не попала так и но все-таки нанесла укол вот прямо именно не удара укол до равняла 2020 в атаке елкина входит в дистанцию пытается поймать оружие но получает на вход от москвички снова впереди столица обоюдной атаки никому не присуждается удар снова вместе новосибирская и московская саблистки желтаем сейчас получит москвичка да за то что дернулась мне я вчера поговорил как судим они говорят и рассказывали что спортсменки команду бою как-то так индифферентно воспринимают а между тем на им после нее надо замереть они ходят потом извиняются ему арбитры их наказывают как сейчас желтой карточкой а москва тем временем в отрыв уходит снова 24 20 теперь желтую карточку получает уже елкина одновременно нет сначала вышла в атаку москвичка затем елкина уже так что-то будет кому-то красная карточка красная карточка елкиной что означает что за счетом 25 21 красная карточка была показана как раз таки кудрявцевой вообще-то вот у нас на табло горит красная карточка у новосибирска в ту сторону было смотрит видео повтор судя может вы были по правильности решения ну вот видите анастасия елкина желтая и красная карточка не было видно сейчас на табло до 25 удар присуждают москве и таким образом снова москвички впереди 25 21 и вот видите лидер сборной новосибирска анастасия елкина обе своей встречи проиграла со счетом 25 елизавета борисова анастасия шорохова выходит именно шорохова вернула сибирячек можно сказать в этот поединок выиграв в третьем бою ударе кудрявцева 11 5 вот видите кудрявцева уступив 5 11 тем не менее не раскисла и сейчас победила елкину проваливает атаку новосибирская саблистка в ответ на и борисова тачна 2 парад репост 25 22 не увидел любит карточки показывать судья у нас ну судья наверное прав в том смысле что если эти девушки хотят фехтовать на международной арене они должны очень четко следовать букве правил потому что никто там не будет с ними разговаривать убеждать что надо там замереть 26 вот вопреки статистике москва лидирует проваливает атаку шорохова ответная борисова не достает новосибирск атакует 27 23 в атаке борисова не успешно 28 23 дал могу пока это я думал честно говоря что так уверенно победив первую сборную москвы сибирячки справиться и со второй командой но москвички просто из меня делают никудышного оракула ну что ж это даже какой-то степени радостно что у нас борьба 28-24 шорохова до проснулась нужно догонять именно шорохова вот третьем поединке сократила отставание новосибирцев вот сейчас не получается на дорожке борисова в атаке 29 удар наносит 29 25 44 в этом бою и у нас заключительный день соревнований напомним кто победил нет наверно не будем понимать потому что возвращаются спортсменки на дорожку вы если следили то наверное сами помните а если нет то можете посмотреть это на сайте заканчивать и разы на 30 25 последние три фехтовальных боя которые проходят на перспективе россии курске мы с вами сейчас увидим дарья кудрявцева и елизавета курзина первыми выходят на финишную прямую если так можно сказать но и именно так наверное нужно сказать причем не только этого поединка и не только турнира саблиста командного но и всего первенства россии после этого кстати спортсменки и спортсмены этого возраста будут готовиться к первенству европы лучше который пройдет в пловдиве а затем и первенству мира и вот прекрасно начинает кудрявцева 31 удар наносит сразу же вначале встреч идет в атаку ударе и выбегает до за границу боя выходит курзина штраф на укол удар не даже нет про все-таки просит видео давайте и мы может посмотрим если но далеко находился ну да без без всяких сомнений спорить нечего проблему там с видео могут арбитры к нам подойти у нас все хорошо видно конечно в других случаях мы не рискнули бы предлагать им свою помощь но здесь все было видно четко вот еще раз до судьи сейчас и вот действительно арбитры а так сейчас на тот случай когда телевидение приходит на помощь арбитражу мы ненадолго сейчас прервемся чтобы вот сейчас вот посмотрите вот судьи действительно вынесли вердикт ушла штрафной удар все-таки будет не сужден еще становится тридцать двадцать 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 продолжается поединок в атаке елизавета 26 нужно догонять конечно и кудрявцева здесь наружу входит в дистанцию слову самой линии но здесь не выходит правда том но получает 33 26 вынес он назвали счет молодец кудрявцева после такого тяжелого очень начала после ох и желтую карточку еще получает новосибирск падая ситуация сибирск саблистки слишком медленно выходила в атаку кудрявцева сама курзина двадцать седьмой удар поддерживают или зови сейчас болельщики 34 27 такое весомое преимущество москвичек обоюдно атаки нет 35 27 ефим гофман присуждает 35 удар сборной москвы москвички посмотрите сборная команда новосибирской области выиграла единственный удар и как раз вот шорохова которая сейчас выйдет в единственный боях рассказать шорохова как раз который сейчас выйдет на дорожку это и сделала победила она кудрявцева 11 5 но этого конечно не хватает сборной новосибирска но сейчас анастасия должна повторять свой подвиг если конечно сборная новосибирской области хочет победить соперницы и ксении ларионова 27 35 в атаке шорохова не достает и ответная со стороны ларионова ксения кураж похоже поймали москвички все у них получается обоюдно так уже вот в 10 ударов преимущество очень и очень солидно самый концов встречи в атаке шорохова есть 28 держится за руку болезнь дарить он получила проваливает атаку и ларионова блестящим все сработало ксения и 38 28 снова десятка 39 очень стремительно проводить поединок сейчас болельщицы новосибирской команды поддерживают свою сборную но пока пока не получается сократить разрыв шороховой получается 29 удар честно я имею ввиду сохранить разрыв по сравнению с тем что было в начале боя в начале это было восемь ударов а сейчас еще он только 10 но тогда локальный успех есть матвей матушки не вижу на тренерском мостике можно сказать новосибирской сборной специалист работа вместе с кристианом бауэром нашей сборной главной сборной команде и вот 30 удар шороховой не 29 40 неправильно был он табло 30 до проваливает атаку ответная ларионова не спешит но потом вот очень резко входит дистанцию есть 31 удар парад репост по-другому номера фразу да я честно говоря уже стал записывать счет 40 30 но действительно арбитр продолжил эту встречу сейчас 32 под завелась шорохова нужно сокращать помогать анастасия елкина которая будет финале можно вспомнить мужскую саблю вот недавний кубок россии где вениамин решетников при счете 44 39 полуфинале вывел сборной новосибирска на следующую ступень анастасия шорохова на ваших экранах она выиграла один бой и уже как минимум не проиграла метод но сейчас личные вот эти конечно удары победы очень мало значит потому что главная цель это все-таки золото первенство россии 2017 года возвращается спортсмен на дорожку обоюдной атаки опять клинок искривился в атаке шорохова 33 4 укола наносит и 34 есть ну все равно еще расстояние достаточно большое но 3 шорохова продолжает его убирать потихоньку обоюдной атаки 36 39 вы посмотрите а ведь так вот было сколько когда я все 40 30 счет я хотел было написать но тогда стало 39 31 6 ударов подряд нанесла ксении анастасия шорохова снова обоюдной атаки здесь чистый шорохова да и преимущество москвичек становится уже зыбким 39 37 так желтую карточку по моему илариона должна получить да за фальстарт проваливает шорохова не пускает в ответ илариона вот парад репост нет она просто не попала в атаке и приоритет был уже очень тяжело мне 33 все правильно парад репост не попала в атаке и ответная была уже со стороны шороховой в один удар одновременно так просыпается новосибирск вспоминать что это одна из лучших фехтовальных школ 39 39 вот это да бенефис анастасии шороховой сегодня не согласна с решением арбитра иларионова просит видео ну кстати да парада то похоже не было нюри иванчин поколдовал сабли московской спортсменки до промах и ответная точно такая же фраза как и предыдущий розыгрыша была шорохова сама рот пропустила 40 39 но все равно 12 5 она выиграла смотрите 23 из 39 ударов две третьих считайте нанесла анастасия шороховой ну и вот сейчас анастасия елкина должна определить была ли зря эти все усилия ее тезки шороховой или все же сибирячки выйдут на золотой финиш но елизавета борисовым будет ей конечно в этом препятствовать хотя по рейтингу 5 елкина 9 борисова не так они далеко друг от друга посмотрим последний бой первенства россии по фехтованию турниров и турниры саблисток заодно тоже вот он решит судьбу золотых медалей снова какие-то проблемы с экипировкой московских саблисток ну все настраивает мастер по оружию там последний бой вообще всего первенства россии но вот никак не хочет все таки фехтование большое с курска уходить затягивается начало финала ну и зрители тоже поддерживают спортсменок разных вот прям за нами поклонницы новосибирской команды ну наверное это просто их девушки из других второй третий сборной новосибирской области не бывает конечно сабельное противостояние москвы и новосибирска без интриг без борьбы неважно даже какие команды первые вторые третьи между собой встречаются 40 39 сейчас в один удар всего лишь преимущество было то 8 но и мужской сабли сегодня также 45 44 решающего поединка определял только один удар и саблистки финале тоже выходит на дорожку проверяют экипировку все в порядке 39 40 анастасия елкина елизавета борисова финал командного первенства у нас в чате тоже развернулись дискуссии по поводу того кто лучше москва или новосибирск но вот сейчас девушки решат это на дорожке имеется ввиду разумеется сабельное противостояние и именно на этом турнире итак анастасия елкина елизавета борисова начинает елкина выходит в атаку чуть не споткнул слетела в парад на самой границе сумелым борисова остановиться и не только остановиться но и зажечь один фонарь одновременно атакуют снова два фонаря да наверное это будет сейчас часто увидеть ну чем выше цена каждого удара тем больше сабели сабли обоюдно настя давай пишут в чате то же самое кричат здесь и трибуны ну или тоже поддерживают менять саблю елкина ну как бы финал не завершился анастасия шорохова конечно останется его героиней двадцать семь ударов я посмотрел она нанесла ну вот подхватит ли ее порыв ее тезка анастасия елкина елкина провалил атаку ответ на стороны борисовая 42 и сорок третий ничего не получается пока у елкиной борисовую вновь выходит вперед москвичек в атаке елкина в одном десятке теперь 43 40 парад 44 40 великолепно сработало сейчас борисова напомним первая сборная москвы стала третий но у нас сейчас может быть решающий эпизод в атаке 41 елкина сокращает разрыв счете нанесла удар одновременно Ну что, судьба золота В руках Елизаветы Борисовой Анастасии Ёлкиной Ёлкина снова атакует И есть 42-й удар 42 Пробила защиту Борисовой Желтая Красная Москвичка 43-44 Помогает сейчас Штрафной удар Новосибирской сборной Одновременно снова Да, здесь Должно быть уже все четко Здесь желтая явно Теперь команда Новосибирска Но желтая Это всего лишь предупреждение А вот если бы еще раз так сделать Анастасия Ёлкина То будет уже печально В атаке Ёлкина 44-44 У вас будет такой же счет Да, как и у мужчин Москва просит Видеоповтор Ну, мне кажется, здесь Вариантов-то нет Ух, Елизавета Борисова Анастасия Ёлкина Нет, конечно, судья не меняет решение 44-44 И сейчас кульминация Готовы Ну, здесь Красная не дает Вот это да Ну, не то слово Одновременно Не то слово, конечно, пожалел Но я бы сказал, что здесь Ох и споров будет, мне кажется До этого финала Довелось мне однажды видеть Как на чемпионате мира В финале Дали красную карточку Именно при счете 14-12 Правда 15-й был удар Ну, вот это, конечно Обоюдное Или раньше кто-то вышел Так сходу не скажешь И судья смотрит видеоповтор Вот и мы с вами смотрим Ну, вообще, Ёлкина здесь, конечно Как мне кажется, раньше вышла Но давать ей такой удар За то, что Простили штраф Парат репоз Не знаю, да Но сейчас посмотрим Очень похоже, на самом деле Что Новосибирск здесь нанес удар Несмотря на то, что вскочила Московская команда Повтор, смотрим Нет, не было парада Не взяла Парада точно не было Но и звук я слышал Так что Тут непонятно Что скажет нам Судья Да 45-44 В пользу сборной Москвы Ну, вы знаете Наверное Я скажу, что это справедливо Именно в данном случае Потому что Нарушила правила, конечно Да, безусловно Анастасия Ёлкина И то, за что Москвичка получила Красную карточку Ее простили Ну что ж Так вот Интересно Спорно Завершился Чемпионат России По фехтованию Среди кадетов Мы поздравляем Сибирячек Елизавета Курзина Анастасия Шорохова Анастасия Ёлкина Александра Афанасьева Запасная Сереброма Москвички Дарья Кудрявцева Елизавета Борисова Ксения Илларионова И Анастасия Осипова Победительницы Первенства России Ну, а я Остается напомнить Только что трансляция Была организована Федерацией Фехтования России Компании ТСМ Режиссер Валентин Шильников Я Алексей Попов Комментатор был Прощаюсь с вами Ну, а Денис Мельничук Еще Немного поработает Да, увидите Интервью С победителями После церемонии Награждения Там мы с вами И увидимся Всего доброго До свидания Я прощаюсь Денис Мельничук